Триходерма Вот так вот он выглядит на чашках Петри Он дает такое желтое окрашивание С очень такими Яркими зелеными спорами Триходерма Чрезвычайно активна против Целого ряда патогенных бактерий И грибов Вот здесь у меня на чашечке Петри Посеяна триходерма И возбудитель серой гнили Который называется Ботрициоз Ботрициоз поражает огромное количество растений Это и репчатый лук, и чеснок, и лилий Ну и розы, и все Земляника поражается очень сильно Все хорошо знают Вот этот серый налет на ягодах Клубники, земляники Поэтому в принципе с этим возбудителем Все знакомы И уже даже здесь на чашке Петри Видно, что триходерма Вот так вот она наросла уже сколько В то время как ботрициоз нарос Вот всего лишь вот столько То есть у нее есть различные механизмы Подавления патогенных грибов Во-первых, она создает им конкуренцию Непосредственно в том месте, где они вместе произрастают Кроме того, триходерма выделяет антибиотические вещества Которые подавляют рост других микроорганизмов И в-третьих, триходерма способна паразитировать на других грибах То есть она обладает комплексным Противопатогенным действием На целом ряде всевозможных Огородных и цветочных растений От широкого спектра фитопатогенов Поэтому она чрезвычайно ценна При всем том, поскольку препараты На основе триходермы Содержат живые споры И мицелий триходермы Будь он в жидком виде Или будь он в каком-то сухом Или плотном виде В любом случае там есть живая компонента А раз там есть живая компонента То возможно И на самом деле это так Приготовить этот биопрепарат В домашних условиях Это и любопытно И вы можете приготовить его в тех объемах В которых вам это необходимо Не тратя дополнительные деньги на покупку препарата Ну и кроме того Вы можете его приготовить тогда Когда вам это необходимо Если у вас нет возможности его купить Вот к этому непосредственно времени Мы уже делали видео Относительно того Как размножать бактериальные препараты Но все-таки триходерма Это препарат на основе грибов И у него есть особенности Его размножения В связи с чем И есть особенности Приготовления такого препарата Вообще для приготовления препарата триходермы Можно использовать семена пшеницы Но поскольку семена пшеницы Могут быть недоступны Ну городскому жителю Откуда он возьмет семена пшеницы Необработанные Такие чистенькие Ну может конечно в магазине купить Иногда продаются семена зерновых растений Для седральных целей Для посева Но я предлагаю другой путь Я вот буду испытывать два типа крупы Это овсяная крупа Самая простая из цельных зерен Которую можно в общем-то найти в любом магазине И уж еще более распространенная вторая крупа Это перловая Крупная перловая крупа Не дробленая А именно крупная Из цельных зерен Шлифованная Для того чтобы подготовиться К приготовлению препарата Необходимо крупу За сутки до заселения триходерминным препаратом Промыть как следует И замочить в обыкновенной воде Когда вы крупу будете замачивать и промывать Вы избавитесь на поверхности От остатков крахмала Дело в том что после того как вы Крупу промыли И она у вас ночь в воде полежала И разбухла Немножечко напиталась влагой Ее необходимо пропарить Я просто-напросто пересыпаю ее В пол-литровую банку Ставлю в микроволновую печь И держу там до 10 минут Чтобы она как следует пропарилась Но не приготовилась конечно То есть чтобы просто поверхность Семян и банки обработалась кипятком Поэтому 5 минут Ну 10 В зависимости от мощности микроволновки Более чем достаточно После того как Вот эта разбухшая влажная крупа остынет Можно приступать к заселению триходерма Для этого вот у меня например Есть жидкий препарат триходермин Я примерно по 2 столовые ложечки В каждую банку этого препарата заливаю Не больше После того как я его залил Его можно закрыть крышкой И как следует встряхнуть Но на самом деле Споры и мицелий начнут прорастать Здесь внутри Они будут использовать эти зерна Как питательный субстрат И через некоторое время Если вы поставите это все дело В теплое место Вы увидите Что у вас зерно Начинает покрываться сперва белым А потом таким зеленоватым мицелиям Чем-то похожим на пеницилл После того как зерна все равномерно покроются этим мицелиям Станут такого ярко-зелено-изумрудного цвета Вы можете считать что ваш препарат полностью готов Для того чтобы обеспечить его чистоту Чтобы туда в процессе созревания Роста этого препарата Не летели туда всевозможные другие грибы и бактерии Я рекомендую закрыть вот эту банку Таким бабушкиным методом Как когда-то варенье закрывали С помощью либо тетрадного листочка Либо такого неплотного листочка бумаги Также здесь подойдет и бумажная салфетка Или бумажное полотенце Его можно обвязать веревочкой Либо закрыть резинкой И поставить в теплое место Таким образом вы можете в дальнейшем использовать Вот этот вот препарат Который вы сами получили Снова для приготовления новой порции препарата Приготовить вы соответственно его можете В том количестве в котором считаете необходимым Хоть ведро Ну а как его использовать и для чего В общем-то информации достаточно много Его можно подсыпать в процессе посадки рассады Его можно вносить в почву в теплицу В любое время его можно вносить Под любые огородные и садовые культуры Итак прошла неделя с тех пор Как мы заселили триходерму В наш субстрат Который как я напомню Представляет из себя Крупу овсяную с не шлифованными зернами И крупу перловую с шлифованными зернами Но прежде посмотрим Что же у нас делается на чашке Петри Куда мы заселили серую гниль И нашу триходерму Как и обещает реклама препаратов И как обещают все статьи на эту тему Триходерма в полной мере подавила рост нашего патогена Бутритиса, возбудителя серой гнили Мало того, что она подавила его рост Она его еще убила, заселила И попаразитировала на нем какое-то время И вот в течение недели этот грипп совершенно умер И весь-весь-весь оброс и зарос триходермой Что, конечно, свидетельствует о том Что триходерма Замечательно борется с фитопатогенными грибами Что же касается приготовления нашего препарата То здесь ситуация следующая Вот Обшлифованные зерна ячменя Перловая крупа Росла Гифами триходермы превосходно И в течение недели мы получили пол-литра Замечательного препарата Который, ну, можно вполне назвать тем же триходермином Который вы покупаете в сухом виде, например Нешлифованные зерна овсянки Также хорошо проросли триходермой Но в меньшей степени, вероятно Сама плотная оболочка не позволяет Так быстро развиваться грибу на этих зернах Но при всем том Триходермы там вполне достаточно И если подержать эту банку еще, например, дней 5 То она тоже окажется вот в таком вот виде То есть, если вам надо получить много и быстро препарата То вам лучше использовать шлифованные зерна А если время может подождать И похоронить его надо какое-то время То лучше использовать не шлифованные зерна Ну, любых зерновых растений В том числе пшеницы Ну, мы взяли овес в виде крупы Таким образом, триходерма является нашим главным помощником Главным борцом с грибными инфекциями Которые можно применять как для внесения в почву Так и для пролива растений Так и для опрыскивания растений Ну, такой вот препарат, конечно, удобнее всего Для внесения в почву при посадке растений Он замечательно сдерживает всевозможные корневые гнили Овощных растений Поэтому применение вот такого препарата При посадке огурца, при посадке капусты Ну, и других растений, у которых широко распространены Грибные корневые болезни Является совершенно необходимым Ну, а чтобы приготовить жидкий препарат Соответственно, этот или этот препарат Можно размешать в воде Дать отстояться, профильтровать И обрабатывать растения Количество такого препарата необходимо использовать в соответствии с инструкциями Но общее правило, что примерно полстакана вот этого препарата на ведро воды Вымешать, дать настояться ночь, на утро профильтровать И опрыскать растения от целого комплекса грибных заболеваний И это будет вполне, вполне эффективно Я благодарю вас за внимание Надеюсь, что наши советы вам помогут Без химических препаратов Содержать ваши растения здоровыми И надеюсь на нашу Будущую встречу Для того, чтобы не пропустить наши выпуски Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал Нажимайте на колокольчик И вы всегда будете в курсе Всех актуальных вопросов И их решений На нашем канале Всего хорошего Субтитры создавал DimaTorzok